В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В память о погибших. 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Учеба по новым правилам. Как учатся студенты Сарфа-Ти в пандемию? Для сильных и ловких. В клубе Греция прошел День открытых дверей. Далее расскажем обо всем подробно. Во время пандемии Россия доказала, что она не только страна бензоколонок. Заявил на открытом всероссийском уроке Владимир Путин. В России широко применяют технологические возможности. По мнению главы государства, переход на дистанционный формат обучения с использованием высоких технологий можно признать успешным. Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Не целесообразно и ни к чему. Повторить, планов таких нет просто. Минпросвещение ранее сообщало, что для такого перехода нет и возможностей. 85% российских школ технически не готовы к проведению уроков в дистанционном формате. А 700 тысяч школьников не имеют домашних компьютеров. Обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Учеба в вузах тоже началась в очном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Как в этом учебном году будут заниматься студенты с РФТИ, расскажем в следующем репортаже. Бессонные ночи, длинные конспекты, общение с однокурсниками и преподавателями, подготовка к сессии. С 1 сентября студенты вернулись к долгожданному очному обучению. Без изменений привычного режима не обошлось. У нас введен масочный режим, то есть обязательно ношение маски на занятиях. Исключением является преподаватель, который ведет непосредственно занятия. Ну, потому что это очень сложно делать в маске. Обязательно термометрия на входе и на выходе. Введены все необходимые условия для дезинфекции рук, для обеззараживания воздуха, проведения уборки согласно графику. Без соблюдения этих мер вход в корпус запрещен. Из-за того, что студенты обучаются по специализированным направлениям, группы небольшие. Есть возможность проводить основную массу занятий очно. Потоковые лекции переводят в онлайн-режим. Мы хотели все-таки сохранить постоянное расписание для того, чтобы не путать ни преподавателей, ни студентов. Занятия онлайн проходят по ссылкам в соответствующих платформах. И студенты подключаются из дома и смотрят. В разных группах занятия начинаются в разное время. Для того, чтобы не создавать скопление людей на входе и выходе из корпуса. В аудитории молодые люди рассаживаются по одному за парту. Пока погода позволяет, пары по физкультуре проводят на улице. Работает буфет. Массовые мероприятия, занятия в кружках и секциях пока запрещены. Дарья Кузина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Сарова». В этом году победители определяют путем интернет-голосования саровчан в нескольких номинациях. Форма регистрации участников доступна на портале Центра поддержки предпринимательства. Ее нужно заполнить и направить на электронный адрес. Мейл собака.саров.ру до 27 сентября. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-92-63. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Ситуация с лечением детей, которые страдают редкими и опасными заболеваниями, сдвинулась с мертвой точки. Разработать программу целевого финансирования для таких целей поручил президент Владимир Путин. Этим займутся правительство и общественная палата. Свои наработки и предложения они должны представить главе государства до ноября. Речь идет о расходах на лечение, в том числе за рубежом, приобретении дорогих лекарств, медицинских изделий и средств реабилитации. Деньги на эти цели возьмут из налоговых поступлений, которые заплатят граждане с годовым доходом свыше 5 миллионов рублей. В детский парк на улице Сосина вложат больше 100 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря победе в четвертом всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды. В парке отремонтируют дорожки, которые пришли в негодность, обновят систему освещения, построят детские игровые комплексы и культурно-досуговую площадку. Реализация проекта займет два года. Саровская инспекция Федеральной налоговой службы информирует, что со следующего года отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Организации и индивидуальные предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогобложения, единый сельскохозяйственный налог, патентную систему или налог на профессиональный доход. Более подробную информацию можно получить по телефону 3-68-75. Или на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на его сайте 3 сентября. В египетский КР в неделю будут летать три рейса. Два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай и аэропорт Вилана на Мальдивах. Кроме того, решено увеличить до четырех количества рейсов в Швейцарию. Два раза в неделю из Москвы к Женеву и обратно будет летать аэрофлот. И еще два рейса между Москвой и Цурихом будет выполнять швейцарский авиаперевозчик. В России за минувшие сутки выявили 4995 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 143 в Нижегородской области. В Сарове число больных увеличилось на 9. Еще 8 человек выписали. Из тех, кто госпитализирован, 22 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Ежегодно 3 сентября мы вспоминаем тех, кто пострадал от рук террористов. И прославляем героев, которые, не щадя своей жизни, ведут борьбу с международной угрозой, ежедневно балансируя на грани между жизнью и смертью. Этот день выбран не случайно. 3 сентября 2004 года силовики освободили школу номер один в Беслане, захваченную боевиками во время торжественной линейки 1 сентября. Трое суток террориста удерживали в заложниках 1128 человек без воды и еды. В душном, тесном, обвешанном взрывчаткой спортзале. В результате теракта погибли более 300 наших сограждан, в том числе 186 детей. С тех пор государство провело большую работу, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. С 2010 года силовики предотвратили почти 700 преступлений террористической направленности по всей России. С 2017 года в Приолском федеральном округе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов. Сейчас угрозы со стороны террористов благодаря ФСБ минимальны. Однако нельзя расслабляться. Наша безопасность зависит от нас самих. От помощи граждан правоохранительным органам в борьбе с международной угрозой. В этом году мероприятия, приуроченные к памятной дате, пройдут в 15-й раз. В школах этот день проходит особенно трогательно. Каждая организация сама выбирает формат. Главный лейтмотив. Бесланская трагедия не должна повториться нигде и никогда. На акции в 20-й школе, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, побывала наша съемочная группа. Школа номер один Беслана, как и любая другая, шумная на переменах, затихающая на уроках, на три дня стала адом для сотен учителей, учеников и родителей. В 2004 году в результате теракта там погибли 186 детей. Первые числа сентября, когда вся страна и весь мир следил за событиями Беслана, навсегда останутся в памяти человечества. Погибших вернуть нельзя, но можно объединиться и искоренить терроризм как явление. На это направлена акция, которая проходит 3 сентября в России. В 20-й школе в этот день прошли различные мероприятия, которые были адаптированы под возраст детей. Десятиклассница Екатерине Безруковой 16 лет. Она ровесница тех страшных событий в Беслане. Девушка считает, что об этом надо помнить и стремиться искоренить терроризм. В силу возраста я не помню этих событий, но считаю, что об этом нужно обязательно говорить младшим поколениям, чтобы это не забылось, потому что то, что произошло, этот теракт – это ужасно. Такого больше не должно повториться. Поэтому необходимо это помнить, об этом говорить и привлекать к этому внимание. С ребятами среднего и старшего звена проводили классные часы на тему безопасности и толерантности. Рассказывали о правилах поведения в критических ситуациях и методах борьбы с терроризмом. Для старшеклассников позиция такая – задача, цель. А может быть, кто-нибудь из них, поучаствовав в этой акции, для себя выберет профессию защиты нас с вами от террористов. Понимаете, опыт вот такой в школе 20 у нас уже имеется. В 2002 году во время теракта на Дубровке погиб бывший ученик 20-й школы Константин Васильев. Он был подполковником Российской армии и, следуя офицерскому долгу, решил обменять свою жизнь на жизнь заложников. Но террористы его расстреляли. О подвиге саровчанина старшеклассники рассказали своим младшим товарищам во время экскурсии в школьном музее. Для учеников младших классов организовали конкурс рисунков на асфальте. Чтобы они понимали ценность своей жизни и ценили жизнь других. И умели в нужную минуту все-таки сориентироваться и максимально, насколько это можно, овладеть собой и защитить себя. Благодаря стараниям детей территория возле школы превратилась в яркий холст. Ребята рисовали все, что связано с миром, радостью и жизнью. Поэтому на асфальте появились изображения солнца, неба, планеты, земля и, конечно, государственных символов страны. К ученикам присоединились и родители. У Екатерины Неконоровой в школе учится сын, подрастает дочь. На акцию она пришла, чтобы показать сыну важность участия в таких мероприятиях. Мы сейчас живем, к сожалению, в достаточно сложный, жестокий век современности. И важно детям с раннего возраста прививать именно мирные отношения к жизни. Говорить детям о том, что добро и мир все победит. Объединение усилий родителей, педагогов, учеников в борьбе с экстремистской идеологией, пропаганде мира и толерантности. Воспитание в детях активной гражданской позиции позволит в будущем избежать трагедий, подобных той, что произошла в Беслане. 3 сентября в каждом уголке нашей страны прошел диктант победы. В Сарове для этого были открыты четыре площадки. Каждый из желающих мог проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Максим Мальков убежден, что каждый должен знать и помнить историю своей страны, подвиги предков, которые отдали жизнь в борьбе с фашизмом. Школьник с удовольствием воспользовался шансом проверить свои знания о Великой Отечественной войне во всероссийской акции «Диктант Победы». Это важно, потому что нужно помнить историю, ведь вся эта Великая Отечественная война, все эти события, которые происходили, очень важно. Ведь благодаря ним мы в данный момент живем, ведь все ветераны, они нам помогли в наше продолжение жизни, можно так сказать. Все эти великие битвы, великие сражения, без них бы в нашей России, может быть, не существовало. Как минимум, часть России точно существовала, а другая нет. В «Диктант Победы» вошли 25 вопросов на знание дат, военной географии, личностей, художественной литературы, произведений кинематографа и изобразительного искусства. Юлия Куликова работает учителем истории. Несмотря на то, что основные события и имена педагогу хорошо известны, к тестированию девушка приступила с интересом. По ее мнению, открыть для себя новую страницу истории, освежить память о годах войны смогли и дети, и взрослые. Не только, естественно, проверка теоретических знаний, но прежде всего, смогу ли я, вспомню ли я. Здесь участвуют не только в 10 класс, но и преподаватели, некоторые в таком волнении, потому что кто-то, может быть, теорию повторял очень давно, даже в школьные годы. В нашем городе акцию провели в трех учебных заведениях – школах номер 20, номер 16 и номер 13. В последние организаторы зарегистрировали 50 участников – школьников и педагогов. Я очень надеюсь, что все достойно справились с этим заданием, и в ближайшее время они смогут увидеть свои результаты на сайте в своем личном кабинете. Участники акции получили памятные дипломы. Победителей будут определять на федеральном и региональном уровнях. У школьников, которые написали тестирование «Лучше всех», будет возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Клубы по месту жительства вновь открыли свои двери для школьников. Эти площадки и центры внешкольной работы есть практически в каждом микрорайоне города, чтобы ребята после школы смогли позаниматься спортом, поиграть в настольные игры, – научиться петь, танцевать или рисовать. По традиции, перед началом учебного года в клубах прошел день открытых дверей. На день открытых дверей в клуб Греции Женя Куницын пришел вместе с другом. Мальчик хочет стать спортсменом, поэтому решил начать тренироваться. Начинаю чуть-чуть понимать, как тут все устроено. А как занимается, пока что еще не понимаю. У Степана Евича другая цель – в профессиональный спорт он не метит. Но уверен, что регулярные занятия в зале помогут ему стать сильнее. Я хочу быть сильной, здоровой, крепкой, чтобы защищать семью, маму, брата. Заниматься в клубе Греции могут подростки старше 10 лет. Для этого им необходимо предоставить справку о состоянии здоровья и заявление от родителей о зачислении в клуб. С этого учебного года запись будет вестись через навигатор. Подробная информация, как действовать, пошагово, представлена на нашем сайте Центра внешкольной работы. То есть есть памятка для родителей и есть все объединения, которые у нас есть. Необходимо иметь родителям под рукой. Паспорт, снил с ребенка, свидетельство о рождении ребенка. В сентябре открывают свои двери и другие клубы Центра внешкольной работы. Мечта, восход, здоровье, чайка. Ребята могут посещать любое из них, вне зависимости от прописки и места жительства. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.